Владимир Владимирович. Ну, во-первых, еще в 1871 году американец, республиканец сказал, что Америка, надо провести три мировых войны. Первая прошла, вторая прошла, и вот они постепенно готовятся к третьей. То есть исторически, а, пайк, то есть исторически это не новость, это не данного. Люди тогда не понимали, еще никакой первой не было. Ну, какой-то чудак там, что-то там говорит. Вы не обратили внимание? Да. Наивный, злобен, единственный человек в нашей стране, который думает, что он может подловить жиренов. Да, пытается пускай. Это раз. Второе. Уже 72 года, с 45-го года, они постоянно освежают свою доктрину. Но мы должны им быть благодарны. Раньше они прямо указывали дату нанесения удара. Например, 15 мая 45-го года. Или количество самолетов, 100 ядерных бомбардировщиков поднимаются вверх. Или количество целей. Уничтожить 20 крупных городов России. Потом 100 городов России. То есть, это уже они для чего делают? Чтобы общественное мнение привыкло. Что это возможно. И что это как будто вреждено. И усиливают свою доктрину. Каждый раз они говорят о возможности, во-первых, превентивного удара. О любой возможности использования ядерного оружия. Они практически не вводят в красные черты ограничения. И уже возможность использовать ядерное оружие на неядерный удар. Любая группа партизан из Колумбии захватит какого-то американского военнослужащего. Они могут пол Колумбии снести ядерным оружием. Но захваченному это не поможет. Естественно. То есть, это вот как бы проявление слабости. Слабость. Страна трусливая. Слабая. А почему они делают упор на ядерное оружие? Воевать-то они не смогут. Пока нигде американская армия не сталкивалась. Леонид Ильич, извините. Но мы каждый раз говорим про то, что американская армия не может воевать. На такое ощущение, что мы сами себя чему-то уговариваем. Нет. Это никак не... Ну, подождите. Ну, есть историческая действительность. Может американская армия воевать, не может. Где? Где? Назовите сражения. В Африке? Причем сражения? Да где угодно. Ну, в Ираке стоят они сколько лет. В Афганистане стоят они. То есть, нравится или нет. Но если они не воюют, как вы говорите, все равно стоят там, то этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Ни в коем случае. Я не говорю сбрасывать со счетов, но я говорю о том, почему американцы делают упор на ядерное оружие. Ирак они взяли через коррупцию. Иракская армия осталась в казармах. Там была гвардия Саддама Хусейна, там было бы десятки, сотни тысяч жертв. Но вся армия осталась в казармах. Афганистан вообще это горная страна. Там нету армии. Сирия, что они сделали в Сирии? Вот они сегодня, ну, недавно так. Трамп объявляет, что они одержали победу в Сирии. Какую победу? Где их победа, так сказать? Или курдов гонят вперед с американским оружием. Или перцы что-то делают, турки делают. Наконец, русская авиация. Но для них это работает. Это другое дело. Для пропаганды это хорошо. В этом смысле мы запаздываем. Мы идем, как говорится, остаточный вариант. У нас в 2003 году в Доктину, я еще обрадовался, ну, наконец-то, была введена позиция нанесения превентивного удара. То есть никогда не допускать 22 июня. Всегда мы нанесем удар 20 июня. Я имею в виду 41 год. Сейчас сняли в 2014 году. То есть мы пытаемся наладить отношения. То мы убираем космическую нашу станцию, затопили. То скубы базу убираем. Вьетнам убираем. Из концепции выводим примитивный удар. И бесполезно. Хамят нам каждый день. Даже президент США Трамп уже обалдел. Каждый день Россия, Россия, Россия. Я-то рад. Это признак слабости их. Трусости. Они понимают, что это им конец. Если когда-то война произойдет, это будет для них последняя война. И они стараются чужими руками. Сейчас какая задача? Вот Ближний Восток попробовали. Корею пока отложили. В Восточной Европе спровоцировать. Чтобы братья славяне опять это сцепились, так сказать. Вот их подлость их. И наши не понимают ни болгары, ни сербы, ни украинцы. И никто не понимает этого. Снова будут идти кровь проливаться. Это вот такая подлая, гнусная, грязная политика. И мы должны это у всего мира вызывать ненависть. Там, где Америка, там трусость, слабость, подлость, наглость, хамство. Здесь любой отрицательный словарь любого языка мира. Всё против Америки. Везде жгут американские флаги. И пора эту страну закрывать. Да? В наших отношениях с Америкой сейчас, конечно, очень интересный момент. Во-первых, все американские эксперты нам всё время говорят, что мы ничтожны, что наша экономика вообще не существует. Поэтому что о ней говорить? Ха-ха-ха. Правильно? Также говорили всё время, что что вы сходите с ума по поводу того, сколько ваших денег находится в Америке. Это ничтожное значение. Сравните с тем, что у Китая. Тут вдруг выступают американские официальные структуры. Заявляют, что нет. Что, оказывается, российская экономика настолько важна, настолько переплетена. И российские деньги, работающие в Америке, настолько важны, что нельзя принимать никаких ограничительных мер и санкций против финансовых рынков и денег, которые находятся там. Так когда американцы врут? И когда говорят правду? Так незначимая экономика? Или настолько значимая, что может привести к гигантским потерям? Просто вот определитесь. Мы ничего против с ними определитесь. Владимир Борисович, расставьте вот все точки. Здесь две позиции. Когда им хочется нас унизить, оскорбить, очернить, мы слабые. Ничего. Экономики уже нет, там всю идею дышат и так далее. А когда им нужно выбить деньги для своего оборонпрома или для своих каких-то структур, тогда начинают пугать. Смотрите, у России какое у нее оружие, какие там достижения и так далее. Это все в рамках оболванивания. Потому что они люди прагматики. А мы с вами все еще романтики. Жить надо с ними по принципу. С волками жить по волчьей выть. А мы все еще блеем. У вас что теперь в партии приветствует тамбовский волк тебе товарищ? Ну понимаете, мы все время ждем каких-то благородств. Не могу представить воющую ЛДПР. Не дождутся. Понимаете, что мы с ней вот девушка, благородство, давайте вот мы будем дружить. А мы не будем вооружаться. А мы еще больше раздружимся. Хрущев сократил армию миллион восемьсот тысяч солдат. Зачем? Ты брусь их в Европу. У нас там базы есть. Чтобы вся Европа вот так. Держи их вот так вот все. И за счет Восточной Европы, чтобы их кормили венгры, болгарьи, словаки, немцы. Держи. Поздно вы родились, Владимир Владимирович. Какая стена? Никакой стены не строят. Пожалуйста, уезжайте все. И эту ГДР включить в состав России. То есть нужно жестко действовать. Совсем по-другому действовать. И поэтому здесь надо подумать о чем. Что американцы сейчас самое опасное время будет с 1 по 15 марта. Я не стучаю. И академик Багдасаров должен меня поддержать. Вы имеете в виду генерал-полковника? Генерал-полковник. Ну что? Владимир Владимирович, что это самое. Даже не звание генерала-полковника, второй меня уволит. Нет, нет. Это специальное звание от ЛДПР. Генерал-полковник ЛДПР и академик ЛДПР. Обязательно. Им же все перед выборами. Вот самолет сбили наш над Сирией. Это все в рамках одного. Портит настроение. Не пускать на Олимпиаду. Уже суд швейцарский разрешил. А бах! Представитель мог. Говорит, нет. А тут мы не понимаем, почему суд? Мол, квоту уже отдали они. А до решения суда в последней инстанции вы не имеете права русские квоты кому-то отдавать. Что под дурачка он работает? Баха выгнать и мог нужно разгонять. Мы должны ехать туда. Сильные спортсмены. Вот они боятся. Поэтому здесь четкая позиция, что провокации будут. Помните, напугались, что якобы русские входят в Прибалтику? Специально готовят. Не мы входим. Это они хотят. Они ввели уже войска туда. То есть все время подлый такой предлог, что мы чего-то делаем. Не мы, а не последнее. Не торопите меня. Я тороп... Я вообще стою до грязных. Американцев слишком большой военный бюджет. Кто нам мешает его увеличить хотя бы в плане зарплаты всем, кто в погонах? Как это мешает? Нет. А вы послушайте всех наших либеральных экономистов. У них войс стоит каждый день. Ай, зачем Россия тратит такие идеи? Не надо. Дайте всем, кто в погонах больше, хотя бы на депозит положить. Пусть только проценты пользуются. Мы должны тоже добиться соответствия нашего бюджета американскому. Им будет спокойнее, так мне кажется, американцам. Гораздо. У нас такие партнерские отношения. То есть жесткая позиция по русской поговорке. С волками жить по волчьи. Все же волков боятся. Да? А скал, вы знаете, все боятся. А мы, так сказать, все это... То есть вы в лес не ходите? Да. Что? Ну, если вы волков боитесь, то вы в лес не ходите? Я боюсь красную шапочку в лесу. Вот это я боюсь. Это мы, друзья. Это мы, друзья. Я, кстати, понимаю, почему. Она одна не ходит. Она с дровосеками ходит. Это такая тема опасная. Кто-то там сзади готов. Отталкиваюсь от последних фраз. Насчет того, как американцы... Защитник Америки. ...как бы оценивают ситуацию. Тот же Вьетнам. Это вот сейчас опубликованный. Американский солдат служил. Через 20 лет он наконец решил мемуары написать. Он во время войны в Вьетнаме входит в казарму. Около каждой тумбочки фотографии висят. Американские солдаты любят фотографии. Какая фотография висела? Вьетнамская женщина. Вырезаны половые органы. И надпись внизу. Эта Вьетнамка никогда не будет рожать. Вот звериный инстинкт. Я понимаю, это может быть и у всех солдат. Идет война. Но корейская война. Американский генерал предлагает командующим войсками применить ядерное оружие. Трумман его увольняет. Но у этого генерала рейтинг самый высокий среди американских граждан. Американцы хотели быть в восторге. Стереть с лица земли эту Корею. Я об этом говорю. Как низы у них, а как думают. Как верхи. Поэтому очень опасная страна. И я уже говорил. Когда надо им выбить деньги на военные нужды, Россия великая, мощная держава. Когда у них выборы, ожидаются в ноябре, осталось там 8-10 месяцев, то Россия страшная страна. И надо, чтобы победили снова республиканцы. Это конъюнктура все. Мы не должны на это внимание обращать. Но романтизм должен уйти от нас. Он у нас 100 лет уже. Мы думали, будет мировая коммунистическая революция. Но где? Ни в одной стране мира. Никто не хотел этого больше. После войны мы хотели соцлагерь. Никакой соцлагерь. Поставить везде армию. Поскольку они все были с немцами у нас. И венгры, и болгары, и словаки, и итальянцы. Итальянцы что? Под Сталинградом потеряли. Мы что, штурмовали Неаполь? Рим? Милан? Целые дивизии легли под Сталинградом. Вот 75 лет назад. С какой стати там полегли испанские дивизии, итальянские. Немцы и агрессор. Но мы же в Италию ничем не пришли. Это все мы им простили, так сказать. Это нельзя прощать. Долги и деньги не давать. И у самих ни у кого не брать. И вы же знаете эту историю? С проливом имени Сталина. Да. Сахаров же предлагал, когда у нас была самая мощная водородная бомба. Вся планета дрожала в день испытаний. Все, вот так вот. А если две-три бомбы взорвать? Четыре еще лучше. Все еще лучше. Что случится? Да? У берегов. А ядерные заряды, заложенные вдоль восточного побережья, на дне. Взрыв их, и Америку смывает в ту сторону. Николай Васильевич, я бы как Робизон Круза жил бы где-нибудь на острове. Это же все. Надо иметь в виду. Что? Американцы любят только силу. Он бы туда не поехал, Валерий Иванович. Да, он бы здесь остался. И мы не должны очень нападать. Подождите, а с чего мы должны быть миролюбивыми, когда против нас постоянно идут выпады? Мы должны быть миролюбивыми, когда нас объявляют врагом. Мы должны быть миролюбивыми, когда против нас принимают санкции. А мы что, должны встать на колени и вымаливать о прощении, что ли? Последний пример. Николай Васильевич, последний пример вот такого умопомрачения у американцев. А вот вы всем должны. У вас бешеный государственный долг. Они захватывают нашего предпринимателя Виктора Бута, обманным путем заманивают Таиланд, арестовывают, 20 лет сидит уже в американской тюрьме, в кандалах ходит. Это средневековое рабство. Почему? Им показалось, что он вступил в переговоры с какой-то группировкой, которая, возможно, поставит оружие в Колумбию, и там, возможно, кто-то убьет американцев. Представляете, это какая-то цепочка. Это в Колумбии тут мирный переговор поднимать американцев. Тихо, могут бомбить кого угодно, воевать с кем угодно, им показалось, что в этой стране кто-то что-то не так думает об Америке. Простой пример. У американцев есть такое понятие во взоре, что угроза американскому образу жизни. Если в какой-то стране выступают против однополых браков, они могут начать войну. Ведь если против однополых браков, то против Америки. Да, Николай Васильевич? Нет. А как нет? А в чем образ жизни американцев? Я с вами уже не спорю. Вы считаете, что хотите. Нет, ну я буду, что, да ты не так заложишь, что любое непонимание, кто-то нас, американцев, не понимает, что-то у нас из нашего образа отрицает, мы будем применять вооруженные силы. Это страшно. Сочнее, это генерал так мягко говорит. Это третий обзор военных концепций. Это прямой. Это прямой. Это раскрытие всех. Как и объявление войны всему человечеству. И уже нет 22 июня, нет планов выбросов. Начнут в любое время. Слава Богу, не по России, сперва по Украине и по Польше. Давайте я, как бы, здесь мы сталкиваемся не только документ, обзор, это хорошо, но это бумага. Но реально провокации продолжаются против нас. И на юге. Победили в Сирии, снова сжигают наш самолет, убивают летчик. И все связано с Турцией. Летчика сбили, посла убили, снова летчика. Что Америка? Американцы еще ни одного нашего самолета не сбили, ни одного летчика не выстреляли. Нам соседи еще мешают. Не всегда мы правильно выстраиваем отношения с соседями. И Украина обязательно что-нибудь устроят накануне выборов. Но там же наши послы работали. Вот где их работа? Но везде за всем этим стоят американцы, Николай Васильевич. Не надо здесь, как бы, обижаться. Даже не они сами, но перед ними выслуживаются. Ага, русских что-то получим. Теперь давай против русских, американцев что-то дадут. То есть везде подлость. Ласковый теленок трех маток сосет. Вот турецкий теленок сосет США, НАТО, Россию, Исламский мир. То же самое другие все телята вокруг России стоят. И каждый зарабатывает. Я не понял, вы опять поругались с Эрдоганом? Нет, я говорю, как есть. Как и Трамп. Он обещал уйти из Ближнего Востока. Он, наоборот, туда, говорит, ни в коем случае никто не будет доминировать. Значит, кто будет доминировать? США. И они уже объявили, что они победили. НАТО, не нужно организовать, нет нужное, будем усиливать. То есть все, опять переиграли. Потому что тогда были избиратели. Трамп заигрывал с избирателями, которые надоело, что Россия враг. Есть те, кто нас оценивает положительно. Все, он уже президент. Все уже устоялось. Он уже, его не сдвинуть особенно. То есть все играют. Вот я хочу, чтобы наше правительство тоже играть научилось, товарищ Михеев. И выиграл. Играть надо. Играть всем надо. Играть 21, так сказать, там, покер, мокер. И выигрывать, если не тесно, выигрывать. Козырь должен лежать уже здесь. Я люблю, когда 10 и туз, да? 21 очко. Все должно быть в карманах лежать уже. Дурить всех надо. Вы так залезли, что у меня было ощущение, что у вас там лежит уже. Что-то лежит, конечно. Я готовлюсь к 18 марта. Постепенно. Вы меня пугаете. То есть, нужна прагматическая политика. 7 миллиардов мы не сможем всех уговорить. Мы не сможем на всех влиять. Или договориться Москва-Вашингтон. Я понял, да. Или заставить их делать то, что нам надо. Сегодняшняя передача. И построить надо пролив имени товарища Сталина. Я правильно понимаю, что после сегодняшней... Когда мы рванем одну бомбу со стороны Нью-Йорка, другую Сан-Франциско. И волны смоют. И будет огромный пролив, понимаете? Что, Николай Васильевич, не нравится так? Не нравится? Я думаю, что один из выводов сегодняшней передачи, что в казино Монте-Карло и Лас-Вегаса Владимира Вольфовича пускать не будут. Потому что у него все время с собой что-то есть. Продолжение следует...